Всем привет! Меня зовут Настя Лойко, правозащитница из команды Fiman Constant, такая правозащитная организация. Я раньше всегда говорила, что мы молодая правозащитная организация, а тут мы посчитали, что нам уже пять лет в этом году, и уже это же, наверное, так и не скажешь. Ну, из, наверное, понтов для лекции надо было написать, что я магистерка международного права и права Европейского Союза, но это принципиально, наверное, сильно ничего не меняет, но такой бэкграунд есть, потому что будет немножко и занудной части, это можно списать на это. С темой дискриминации нам повезло, что есть хотя бы на международном уровне определение, что такое дискриминация, и нам не надо очень долго спорить в философских рассуждениях. Есть много профильных конвенций, например, у меня есть определение здесь конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации, есть про ликвидацию дискриминации в отношении женщин, ну и много похожих конвенций, где очень похожие определения, как на международном уровне в какой-то момент договорили, что такое дискриминация. Здесь достаточно большое такое нудное определение про то, что, например, расовая дискриминация означает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы цвета кожи, рутового, национального, этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожения или умаления признания, использованное на равных началах прав человека, основанных свобод в политической, экономической, стальной, культурной и любых других областях общественной жизни. Ну то есть, если совсем просто объяснить, дискриминация, это про попытку различия и исключения людей по какому-то признаку, в результате чего права людей сильно ограничиваются. То есть, есть вот этот момент исключения, есть признак, есть негативный результат. То есть, мы можем по такой мини-схеме рассматривать. Мне очень еще нравится иногда, как наши коллеги из Белорусского хельского комитета говорят про дискриминацию, они тоже пробуют простить все эти термины достаточно сложные, они так говорят, что когда при условиях у кого-то ограничивает в правах, этому нет разумного объяснения. То есть, понятно, мы можем говорить, что там дети не голосуют, и вряд ли кто-нибудь скажет, что это дискриминация, скажет, что это, ну, есть какое-то разумное объяснение, почему там 5 лет дети не ходят на выборы, условно говоря. А есть ситуации, когда какого-то разумного объяснения нету, хотя есть много людей, которые могут его придумать, в принципе, да, поэтому это такой сильный дискуссионный вопрос, но вот про это разумное объяснение мне тоже эта фраза нравится. В общем-то, про личную историю при теме дискриминации я тоже решила с этого начать, про то, что для меня эта тема когда-то давно, даже когда я начинала заниматься темой прав человека, она оказалась достаточно сложной, ну, то есть дискриминация, что-то страшное, как к этому подойти, и понятно, у меня был личный бэкграунд какой-то, наверное, про который тоже хотела поделиться. К сожалению, очень многие люди начинают заниматься темой дискриминации из-за личного опыта, да, они попадают в какую-то ситуацию, или у них есть какие-то признаки, по которым их регулярно дискриминируют, ну, и людям хочется и себя защитить, и что-то сделать более структурно. И в связи с этим тоже есть иногда проблемы профильных организаций, которые занимаются защитой там отдельных прав, в том числе дискриминации, в том, что они могут относиться к этой группе сами, и они как бы всегда не могут определиться, они вообще больше за группу топят, или там дискриминации сражаются, там, правозащитники они все-таки или нет, но вот, например, вот у жена у Минкаута была серия даже публикаций по этой теме, что это иногда сложно определиться. То есть, я, наверное, скажу про свой личный опыт, может быть, где я столкнулась с дискриминацией, чтобы это были скорее как личные примеры, чтобы никого там не придумывать и не приводить, и я думаю, что вы тоже можете в своей жизни что-то такое вспомнить. Я уверена, что у многих будут свои личные примеры. У нас есть много игр, где мы проводим, чтобы люди обращали вообще внимание на многие вещи, которые, может быть, не считались дискриминацией. Ну, в общем-то, ну вот первое промоу написала, то есть я начала с какого-то момента, там, с 19 лет, я разговаривала только по-белорусски долгое время, и понятно, что на меня очень по-разному реагировали. Сейчас это спокойнее воспринимается в сфере обслуживания, но у меня бывало тогда такое, что ты приходишь в магазин, что ты запросишь по-белорусски, они тебя просто матом отвечают, ну, как бы тебя не хотят обслуживать. Я уже не говорю про то, что там во многих сферах тебе не могут ни бланки дать по-белорусски, ни законов не было по-белорусски, ни учебников, ну, и многих вещей. Я думаю, что тоже прекрасно понимаете, насколько как бы много лет прошло, а проблема все еще актуальна, и даже был такой мини-прессинг, какой-то буллинг, даже иногда, например, я вот училась в юридическом колледже первоначально, а потом я поступила на юрфак, уже доучила заочно, и вот у меня были одни и те же преподаватели, преподавательницы, которые учили меня и там, и там, и, например, в универе уже отвечала по-белорусски, там один преподаватель, он на экзамен такой говорит, а в колледже вы мне по-русски говорили, что это, типа, вот у вас такое, вот что вас покусало, в общем-то, были такие моменты неприятные. Про учебу я хотела рассказать про то, что я достаточно рано стала заниматься какой-то гражданской активностью, там я консультировала многие, организации помогала и публично выступала по каким-то вопросам, и у меня была попытка меня в том числе там завалить на защите курсовой, ой, не курсовой, а преддипломной практики, это было только из-за моих взглядов, из-за моей позиции. Понятно, что это достаточно неприятная вот часть воспоминаний, поэтому, например, свой колледж я очень не люблю просто, потому что он сильно ассоциируется. Ну и про повышенную чувствительность и эмпатию, это в принципе, наверное, уже про личные особенности, что правда, я многие вещи, которые я вижу, с которыми я сталкиваюсь, они у меня вызывают достаточно бурную реакцию, какие-то эмпатические связи, и мне хочется с этим что-то сделать. Да, к сожалению, сил часто не хватает, но вот как реакцию что-то хочется, но и про магистратуру, которую написала с ошибкой, это скорее история про то, что у меня был отдельный курс про европейское право недодискриминации, этот курс меня немножко перевернул, потому что я с правовой позиции, ну как бы не всегда понимала, как работать, потому что, например, в белорусском законодательстве с этим очень плохо, ну то есть там нету такого, у нас нету отдельного закона антидискриминационного, например, даже в кодексе про образование вы не найдете про то, что у всех должен быть равный дискриминационный доступ к образованию, то есть вообще нет на что ссылаться. И я понимала, что, например, там на уровне европейской конвенции права человека есть там право про недискриминацию, а как она работала, было непонятно мне. И вот благодаря этому курсу меня более-менее устаканило, что, например, там права, но оказывается, что дискриминация это не просто любая несправедливая ситуация. Очень любят там кого-то, куда-то не пропустили, говорят, все, это не дискриминация, там или толкнули еще что-то. А оказалось, что дискриминация это когда нарушается конкретное право по какому-то конкретным признаком. Да, вот, например, если я захочу пойти на работу, не знаю, например, в метро, возите вот эти поезда, да, то есть если я захочу быть, как это правильно по-русски не помню называется, но вообще-то если я захочу быть машинисткой поездов в метро, то меня не возьмут просто потому что в паспорте у меня стоит отметка, что у меня женский рот, потому что у нас официально это считается опасная работа, и туда не берут таких людей. То есть, грубо говоря, это, и это будет ограничение моего права на работу по определенному признаку. То есть это вот про конкретный такой пример дискриминации, что вот есть право, да, или как, например, по учебе мне хотели выгнать, скорее так, завалить, наверное, исключиться возможности обучения только из-за моих взглядов, из-за моей какой-то общественной активности. Ну то есть и такие вот вещи, то есть это вот для меня было тоже определенным открытием. Ну вот, например, как нету права на интернет, я люблю про это приводить примеров, там нету права на Wi-Fi. Если мне не привели интернет, а моим соседям привели интернет, то это нельзя называть дискриминацией, потому что права на Wi-Fi нет. То есть вот с этим есть нюанс, который иногда стоит ограничивать, где дискриминация, а где там просто неприятная или несправедливая ситуация. Вот, но и такую штуку, которую всегда, когда мы делаем какие-то мероприятия по дискриминации, это то, про что мне хочется говорить. Ну это оригинальность, пирамида ненависти, американский один социолог придумал, я, к сожалению, его имени сейчас не вспомню. Она спорная, то есть я не прошу ее воспринимать как какую-то супер абсолютную истину и только так идти, потому что есть мнение, что какие-то признаки дискриминации могут появляться не через эти ступеньки, а сразу там с какого-то уровня. Но в целом она мне нравится тем, что она показывает, скажем, разнообразие дискриминационных тенденций, где на каком уровне они могут появляться и в том числе, где на каких уровнях можно с ними работать, потому что потом я буду рассказывать, что лично я делала с темой дискриминации, и оно вот на разных каких-то уровнях, в точках где-то есть. Ну и вот этот социолог, он считает, что первой такой ступенькой для появления дискриминационных тенденций являются предрассудки, то есть это какая-то стеревизация, нечувствительные замечания, типа вот знаете, анекдоты про блондинок за рулем, вот это вот все вот типа сюда, там умоляющие шутки, какой-то язык вражды, там может быть в легкой форме. И тут очень важны два критерия, это оправдание предупреждением наличия единомышленников, типа ну все же знают, что там женщины хуже водят, там или что-нибудь типа такого, да. И второе, принятие негативной информации и отрицание позитивной информации. Например, там все ромы крадут, а что-нибудь хорошее, что делают представители там ромского населения, никто про это не знает, не думает, нигде про это не пишут. Ну как пример, да. Дальше следующий уровень про индивидуальные действия, основанные на предрассудках. Ну то есть сначала у нас есть какие-то стереотипы на каких-то групп, и потом они могут перейти на конкретные индивидуальные действия. Вот есть про буллинг, да, обзывания в школах, когда людей там, детей прессуют только потому, что они какого-то, не знаю, цвета кожи или еще чего-нибудь, оскорбления, социальное отчуждение, там с кем-то не дружат, потому что они такие, насмешки, декоммунизация. Ну то есть вот этот весь набор, это уже про не просто то, что мы целую группу стереотипы, это уже конкретные индивидуальные действия. Следующий уровень это про такую системную дискриминацию, про экономическую, в политической сфере, при приеме на работу. Мне рассказывали недавно про одну IT-компанию, где HR, если там, например, открывается вакансия программистов, то и приходит резюме от девушек, то он его даже как бы директор не показывает. То есть он выбирает резюме только мужчине, потому что считает, что, ну типа, девушки не могут быть программистками. Экономическая, проструктурная дискриминация про бытовую, дискриминация про сегрегацию, то есть это уже более такие прямые примеры того, как дискриминация в обществе может проявляться, в том числе часто на законодательном уровне. И следующий уровень, если как бы на уровне законов дискриминация поддерживается, то приходят более жесткие уже насильственные формы, насильственные, например, преступления, насилия, либо преступления на почве ненависти. Имеется в виду, когда людей не похожих на других по какому-то признаку, прямо могут забивать, убивать, создавать коллективные какие-то там исключения, там изнасилование, осквернение, угрозы, вандализм, то есть это вот все только по причине отношения к какой-то группе. И, ну, считается, что это все в результате может привести к геноцид, то есть к действию, или, то есть когда создаются условия такие, или прямо непосредственно, прямо люди убивают только по определенному признаку. И, к сожалению, геноциды, они есть даже сейчас, да, то есть это какие-то вещи, которые продолжаются. То есть вот одна была идея такая, что геноцид не сразу происходит, а что для этого есть какие-то вот шаги, да, такие на уровне общества, на индивидуальном уровне, потом этого что-то перетекает, и потом это переходит. Хотя, как бы, если мы разберем там какие-то отдельные примеры геноцидов, то иногда там загнать на уровне дискриминации может не быть, а потом это может сразу вылезать. Там в Руанде, например, геноцид был немножко, в другой модели может быть развивался, но в целом какие-то отдельные вещи, на которые можно обратить внимание, мне в этой пирамиде нравится, и вот мне очень нравится, что например, с базовым уровнем, можно очень широко по-разному работать, и вот я всегда пример привожу, мне очень нравится то, что делает живая библиотека, которая знакомит людей с разными, людей с разными особенностями, поэтому всем всегда советую сходить, познакомиться, посмотреть. Вот следующее, что я хотела показать, часто спрашивают, говорят, в Беларуси же все такие толерантные, откуда у нас дискриминация, у нас же все хорошо, и говорят, ну и кого вот у нас дискриминируют. И понятно, что это может быть очень большой список, очень много примеров, очень много особенностей можно приводить, и мы в свое время еще полтора года назад решили сделать такой буклет, там серии, как объяснить маме, кого у нас дискриминируют, и пока, к сожалению, мы его не доработали до конца, но вот он в процессе, и вот сегодня часть этого буклета уже точно покажу. И тут, ну, понятно, было тяжело собрать прям вот все-все группы, хотя очень много можно разговаривать и говорить про несправедливость, и подобрали, наверное, пять групп, которые нам показались наиболее дискриминируемыми, и вот примеры этих пяти групп, и может быть с кратким комментарием, где, в чем нам кажется, что этих людей дискримируют, и как можно маме объяснить, чем проблема, условно. Первая группа, мы назвали дискриминацию женщин, ну, как бы, я думаю, что да, тоже некоторые уже, вчера мне на одном мероприятии один мужчина сказал, что вообще скоро нас, как белых в Америке, будут говорить, что мы все виноваты, в общем-то он уже считает, что смерть патриархата близко, на что я просто позавидовала его оптимизму, и подумала, что нет, наверное, все не так хорошо, то есть, к сожалению, есть очень много проблем, конкретно в Беларуси, там, может быть, увидели статистику, сколько женщины зарабатывают, что заодно и ту же профессию в Беларуси очевидна экономическая дискриминация, в каких сферах они заняты, какой, но у нас при этом достаточно хорошего уровня образования у женщин по статистике, больше высшего образования, но при этом получают они меньше, да, то есть достаточно странно, ну, и не говоря уже при прямых законодательных ограничениях, я вот сегодня вспоминала список запрещенных профессий для женщин, то есть тебе нельзя что делать, просто потому что у тебя вагина, а при этом мужчин не жалко, что их реализационная система тоже страдает от каких-то работ, то есть вместо того, чтобы создать для всех хорошие условия работы безопасной, проще кому-то что-то ограничить. Ну, в общем-то, да, это как примеры, которых можно приводить очень-очень много, ну, то есть основные базовые вещи мы, ну, как бы-то тоже прописали в этом буклете будут. Дальше про дискриминацию людей с инвалидностью, я думаю, что тоже вам немножко очевидно про саму процедуру, как у нас происходит, как люди получают те же инвалидности, как там меняют группы, где они могут учиться, не учиться, где они могут работать, не работать, насколько инклюзивная среда, насколько могут что-то делать. Вот у нас на прошлой неделе за равенство инклюзию, которая была в ноябре, мы сделали мероприятие, я давно про него мечтала, вот раньше в корпусе был отличный формат про пяти минутки. Я вот уже собиралась там в ноябре, думала, мы проведем в корпусе это мероприятие, но поскольку все были на карантине, мы сделали в онлайн-формате, и получилось-то не пяти минутки, а десяти минутки. Попросила людей, которые занимаются разными темами дискриминации, разных групп, прийти, рассказать кратко, в чем основная проблема с этой группой. И вот у нас там получился разговор на два часа, потому что все достаточно долго, и вот у нас там была девушка, она сама перемещается с помощью инвалидной коляски, но при этом она, например, очень интересовалась журналистикой, и она после школы хотела поступать на журфак, и по формальным критериям, которые предусмотрены просто в уставе, там в гауле где-то, не помню, ее не захотели туда брать, хотя у нее хорошие оценки, могла хорошо сдать экзамен, но просто потому что там требуется вот эта медицинская справка, в которой могут быть написаны какие-то ограничения, и не дали возможность там учиться, да, только формально, потому что она вот таким образом перемещается, хотя само здание журфака достаточно новое, но там есть возможность перемещать, ну и что для меня было достаточно тоже удивительные страны. То есть понятно, что, ну и плюс нету достаточно там возможность статализации, включения, реабилитации, там многие-многие вещи, думаю, что тоже можете представить, но это очень заметно, если кто-то достаточно много путешествует, если вы там ездите в какую-нибудь Европу, вы может быть видите на улицах людей, которые перемещаются на инвалидных колясках, для сравнения, посмотрите, сколько таких людей в Минске, да, хотя у нас только в Минске таких людей живет, по-моему, 80 тысяч, то есть достаточно много людей, и мы их не видим, не потому что они не хотят выходить на улицу, потому что чаще всего они просто не могут этого сделать. Ну это так, к примеру. О, дискриминацию, технический групп, тоже вот люблю, это моя любимая тема про белорусскую толерантность, в которой как бы все говорят, да, все нормально, но вот эти в принципе не очень, да, там или еще про кого-то начинают вспоминать. Здесь, ну вот буклете мы там вспоминали про, ну вообще если взять, Беларусь хоть считается более-менее монолитная, у нас там 70% людей называют себя белорусами, белорусскими, но при этом все равно 30% людей других национальностей достаточно много. Одна из самых больших по численности национальных меньшинств это польская, у которых вечно проблемы с получением разрешения на создание своих школ, там еще чего-то. Может быть, слышали недавно новость, как там закрыли очередную польскую школу в Бресте, мне кажется, там Дзержинске были тоже у них проблемы, то есть все время, если что-то у нас такое общественно-политическое случается, почему-то крайними начинают именно польские школы находиться, и с ними, ну правда, достаточно много проблем. И еще про, наверное, этнические группы, очень большое мое личное переживание, это как раз все, что связано с ромским населением Беларуси, их достаточно много, но при этом есть очень большое этническое профилирование. Там даже в буклете есть фото, которое я когда-то сделала, когда у милиции есть разнарядка. Если они идут по городу и видят там людей, очевидно, ромской внешности, они обязаны проверить у них документы. Очень обидно. И проблема с ромским населением, что у них немножко своя философия, свои идеологии, они в меньшей степени обращаются, например, в профильные организации, там, когда в свое время они вот приходили к правозащитникам, просили какую-то помощь, и я всегда очень радовалась, потому что не все из них могут это достаточно делать по своим идейным убеждениям, но при этом в Беларуси они правда сильно адаптируются, они почти все с паспортами, то есть они все законопослушные, там есть проблемы, конечно, с обучением в том смысле, что ну просто не всегда достаточная поддержка может быть в семье или еще где-то для того, чтобы учиться, но они тоже это все равно делают, и среди них преступность по процентному соотношению не больше, чем, например, у белорусского населения, но при этом вот это этническое профилирование милицейское, оно все равно все еще есть, то есть раньше даже в милицейских сводках писали, сколько преступлений выявлено именно среди ромского населения, ну и понятно, что если их больше контролируют, то как бы они больше могут чего-то находить в каких-то случаях, и может быть слышали историю, когда в Могилеве там было самоубийство супругника ГАИ, почему-то подумали, что это ромское местное население имеет отношения, и к нам приехали всех взрослых, всех мужчин, мы женщин задержали, продержали несколько суток, потом извинялись, как будто мы перед ними, то есть это первая такая автоматическая реакция милиции, кто во всем виноват, да, и понятно, что это ненормально и так не должно быть. Следующая тоже у меня интересная история. Мы когда готовили этот буклет, я писала разным фотографам, фотографкам просила какие-то иллюстрационные материалы по темам, то есть я просто в интернете находила какой-то рисунок, который мне казался по теме, писала авторам, авторикам и просила взять, и вот автор этого фото, когда я ему объяснила, зачем мне это фото нужно, он такой говорит, а что у нас Кришнаитов дискриминирует, а с чем может быть проблема? У него было большое удивление, я ему там наскидывала ссылок, истории, когда их там затея отживаются за то, что они там где-то по улице проходили или книжки раздавали, еще что-то, то есть на самом деле там или не регистрировали их сообщество. Есть отдельные примеры, то есть по релестному признаку у нас в законодательстве прямо есть такие традиционные типы религии, там православие, католицизм, и они по одним правилам существуют, все остальные немножко по другим, и процедура, например, регистрации религиозных сообществ очень сложная, очень такая произвольно часто отказывают, может быть, слышите в новостях каких-то протестантских церквей вечно забирают помещение или там высылают каких-то священников, то есть все время какие-то проблемы, нюансы происходят, и с этим правда есть нюансы, да, то есть такой традиционной религиозной толеранности, которая была во времена ВКЛ в Беларуси, пока мы, наверное, говорить не можем. Ну и последняя группа, про которую тяжело не говорить, и мне всегда еще интересно, что на нас буклете тоже рядом с религиозными джинствами, это про дискриминацию ЛКПТК плюс людей в Беларуси. Ну, опять же, мне тоже кажется, всегда это очевидным, что такие люди малозаметны, про них мало знаете, они никогда не смогут в ближайшее время пройти с гейпрайдом спокойно по Минску, просто потому что им никто не разрешил это сделать. И, ну, уже не говоря про истории, вот мне Фейсбук на днях напомнил, что два года назад, кажется, там какой-то мальчик себе в общаге повесил ЛКПТ-шный флаг просто на стену, его там начали травить, результате даже исключили из университета. Ну и в целом у нас сейчас есть даже списки, милиция сдает списки геев, и когда случается, например, какое-то преступление по педофилии, они почему-то считают, что это могли сделать только геи, и начинают дергать в первую очередь их. То есть просто дергают на допросы, ну, потому что, правда, это же одно и то же, да, ну, они же ничего не отличаются. Ну, в общем-то, это отдельные такие истории, уже не говоря про невозможность официального партнерства или семьи в Беларуси. И сейчас вот на фоне всех событий, которые происходят, особенно бывает грустно, потому что если людей там задерживают по административным делам, там люди не могут не передачи передать, там, если по уголовным делам то же самое, да, просто потому что люди могут вместе там много лет жить, но их не будут официально считать семьей, и у них нет фактически никаких прав в отношении друг друга, просто потому что государство считает, что они какие-то не такие. Ну и с этим, конечно, не есть нюансы. Ну, я уже не говорю, да, про возможность там устанавливать детей и в целом открыто, публично заявлять про свою ориентацию. Ну, в общем-то, это пять групп, я опять же говорю, что это не про то, что вот прям все группы про всех рассказали, это скорее про то, что лично нам как команде казалось важно в первую очередь говорить, да, и про какие-то такие самые яркие примеры, а так там можно копать очень далеко и опять же брать там отдельные религиозные представительства, отдельные национальности, там, и с отдельными заболеваниями людей, все что угодно, оно тут может быть с разными-разными близниками, в разных контекстах, на разных уровнях. То есть правда это очень большая широкая тема, то есть это скорее просто попытка проиллюстрировать то, что может быть не всегда заметно в одном месте. Следующее. Ну вот и сейчас несколько тем, как раз про которые, может быть, более занудную, хотелось бы показать. Это, ну, когда я поняла, что мне хочется заниматься темой дискриминации, я всегда думала, с какой же стороны это начать делать, о том, что делать. И на юридическом уровне очень сложно действительно что-то сделать в Беларуси. То, что я говорила, у нас потом нету профильного антидискриминационного законодательства, мы не можем на какие-то нормы ссылаться. Немножко есть в трудовом кодексе, но это очевидно недостаточно. Беларусь все время присоединяется к каким-то конвенциям, но потом это достаточно криво исполняют. Ну и есть много-много нюансов. В общем, с правосочетной позиции, как в других сферах, сильно не разгуляешься. Пришлось разгуливаться в тех сферах, которые мне казалось, может быть, недостаточно. У нас про них говорят даже в таком некоммерческом секторе, про которые казалось, что надо больше диалога, больше разговор. Одна из таких тем для меня стала язык вражды. Ну и обычно так мы пишем в кавычках, потому что вообще на международном уровне нет определения, что такое язык вражды. И вот у нас была такая мини-цель обсудить с правозащитными организациями, как мы вообще это понимаем, потому что был такой даже внутренний небольшой, ну не то чтобы конфликт, но разночтение. Есть такая инициатива, с которой мы очень дружим. Она называется «Журналисты за толерантность». И они делают очень клевые вещи. Они учат журналистское сообщество более корректно писать про разные группы. Кроме этого, они делают мониторинг языка вражды в медиа. То есть они изучают там какой-то период, какой-то объем медиа, смотрят, как журналисты-журналистки пишут, ну и говорят, вот столько тому выявили языка вражды. При этом языком вражды они считали вещи, которые коллеги-журналисты-журналистки говорили. Какой же это язык вражды? Мы принципиально называем ром цыганами, будем называть, зачем называть это языком вражды. Или там тоже по формальным причинам иногда попадали какие-то статьи в язык вражды, потому что там корректно говорить люди с инвалидностью. Проблема в том, что наши официальные законы и даже официальные учреждения, которые работают с такими людьми, они все называются там инвалиды, просто проинвалидов, проинвалидов, проинвалидов. И формально это даже если там журналисты-журналистки пишут корректную статью, но просто цитируют название органа, то это уже попадало в автоматически не совсем корректные вещи. И в общем-то мы поэтому решили в какой-то момент попробовать в правозащитном сообществе договориться все-таки что же мы понимаем под языком вражды и подготовили такие методические рекомендации правозащитных организаций в Беларуси, чтобы всех немножко примирить. Там, по-моему, 6 или 7 организаций под ним подписались и присоединились. Мы там достаточно долго, мне кажется, уже полтора года это все обсуждали. И в Италии она есть на двух языках, то есть не во всех странах, опять же, есть вот такие консенсусные документы, кому интересно, можно почитать. Ну вот тут есть даже немножко приводится цитата, как мы все-таки договорились, и основное, про что мы договорились, про то, что есть таких три уровня языка вражды непосредственно. Немножко сейчас про них, наверное, покажу. Вот есть то, что называется язык вражды, и то, что все-таки не язык вражды, хотя нам могут не нравиться эти высказывания, но это все-таки будет то, что можно разрешить, разрешить и при этом еще есть такой термин, который мы решили активно вводить, который называется некорректная лексика. То есть это то, что может на таком прямом уровне, может быть, не разжигать прям вражду и не призывать к насилию, но будет звучать недостаточно корректно для людей сильно чувствительных. Например, я сильно чувствительный человек, я поскольку работаю с этой темой, когда при мне кто-то говорит слово бомж, например, я начинаю очень сильно ругаться, потому что корректно, там есть много вариантов, когда говоришь, там человек с опытом бездомности, бездомный хотя бы человек, но как-то не аббревиатурой, которая в советское время наводила с определенной целью, то есть у меня вот насчет этого сильно бомбит. Но при этом это не будет языком вражды, это будет просто не совсем корректный термин, немножко догоммунизтирующий, не очень клевый, но никому не имею права тоже так запрещать, я могу максимум попросить приметок, не говорить. Поэтому надо все-таки отличать некорректную лексику от языка вражды. И вот мы договорились, что да, мы это отличаем, и что хотя бы в таких всяких мониторингах не будут это обозвать языком вражды, и при этом есть язык вражды, на который государство обязано реагировать. Если кто-то говорит, там, всех евреев надо отселить куда-то отдельно, ограничить их в правах, условно, да, как пример, иллюстрационный, то понятно, что на это должны реагировать, и это будет прямой там угрозой и призывом к дисциплинационным тенденциям. Есть даже конвенции профильные, которые вот это все регулируют в такой второй уровень, это более мягкий, когда вот угроза или оскорбление мотивированы дисциплинационным отношениям, и есть язык вражды такой, ну, то есть очевидно говорят, что, например, эти люди не такие хорошие, как другие, или что-нибудь из такой серии, вот это как вот это высказывание, которое сегодня тоже могли приводить, при этом оно может кому-то не нравиться, это тоже можно назвать языком вражды, но при этом государство не должно за это преследовать, потому что есть еще такое право на свободу высказывания, которое, да, не абсолютное, которое может быть когда-то ограничено, но в целом мы считаем, что, ну, как бы, да, не очень тенденция, но не государство должно это реагировать, и мы скорее должны на уровне, там, воспитания, образовательных, просветительских мероприятий говорить, что лучше так не говорить, лучше так, ну, правда, не содействовать какой-то ненависти, а лучше там работать над стереотипами, восприятием, ну, и публичными высказываниями. Еще, наверное, по предыдущему слайду хотела рассказать. Мы решили… Мы, конечно, не до конца представляли, чем закончатся выборы в августе, и мы такие думаем, почему бы нам не пойти по трендам, которые делают в Европе очень часто, где тема языка вражды очень популярна, и там делают мониторинг языка вражды именно во время предвыборной кампании, когда анализируется высказывание кандидатов-кандидаток, смотрят, ну, потому что в это время обычно общество наиболее активно включается, все всех слушают, все на все реагируют, иногда одно неосторожное слово может, правда, вызвать большие социальные процессы, и поэтому решили впервые тоже пойти по этому тренду и сделать вот такой мониторинг. И, конечно, идея была этого мониторинга в том, чтобы посмотреть на вот эти высказывания, мы это делали волонтерскими силами, вот часть тут присутствующих тоже нам помогали это делать, мониторили отдельные телеграм-каналы, ютубы и статьи, смотрели высказывания, и мы потом все это проанализировали, но как-то в августе его опубликовать было, наверное, не совсем с руки, потому что всем было где-то того, мы его опубликовали гораздо позже, но основное, что могу сразу сказать, что несмотря на то, что там в этой компании участвуются много людей с инфосферой, там те же блогеры-блогерки, которые любят резко высказываться, такого совсем жесткого языка вражды мы там не нашли, мы нашли много некорректной лексики, но вот такой прямо классический язык вражды, где кого-то призывали дискриминировать, было достаточно мало, то есть реально было 5-6 высказываний, которые у нас вызвали бурные дискуссии между собой, это все, что, наверное, тот потолок, который мы нашли, поэтому это нас порадовало, что все-таки у нас эта сфера более мягкая еще, чем во многих странах, потому что, например, в Польше очень большая проблема, там такую вражду распаливают прямо на государственном уровне через государственные СМИ, и вот была там грустная история, может быть, вы слышали, как один человек с ножом напал на мэра Гданьска, просто потому что мэра Гданьска очень сильно травили государственные медиа за его либеральную позицию, и, ну, то есть это вот такой эффект, как насколько вот эти слова в публичном пространстве могут на людей влиять. Ну, то есть, кому интересно, можно более подробно с результатом индоринга у нас на сайте тоже ознакомиться. Ну, тут я просто в качестве рекламы показала медиарешебник, то, что делают наши хорошие друзья, отлично, друзья и подруги пишут отличные такие рекомендации, это для тех, кто, может быть, пишет, но мне кажется, что это важно читать людям, которые просто стремятся к корректной лексике, это про какие-то особенности людей с разных групп, про то, как лучше про них говорить, как лучше про них писать, чтобы точно никого не обижать, да, и понимать какие-то базовые вещи про эти группы, потому что, понятно, мы не можем сразу знать все и понимать, нас это нигде не учат, это просто, ну, вот сверху ссылка, да, просто как попытка самообразующая тема, которой тоже я решила заняться в Беларуси, которая оказалась немножко сложной, hate crime, это приводится как преступление на почве ненависти, помните, там, может быть, в треугольнике, это был предпоследний уровень перед геноцидом, и вот можно спросить, если преступление на почве ненависти в Беларуси, на что я могла сказать и да, и нет, проблема с преступлением на почве ненависти в Беларуси конкретно в чем? То есть я подозреваю, что из тех историй даже бытовых, из тех новостей, которые я читаю, иногда вижу, что там две группы там подрались, потому что одни там были приезжие, там, или какие-нибудь вот такие вот штуки, ну, то есть оно периодически проскакивает, но при этом, несмотря на то, что у нас законодательство может квалифицировать такие дела именно с всякими признаками, сотрудники милиции, там, естественно, комитеты этого не делают, и когда мы просим официальную статистику, нам дают какую-то фигню, абсолютно не про это. Ну, в общем-то, в какой-то момент поэтому мы решили сделать вот такую аналитическую записку, где немножко объяснить, что такое преступление на почве ненависти в целом, и показать примеры того, какие преступления на почве ненависти происходят в Беларуси, какие проблемы есть на практическом уровне с регулированием этой сферы, и написать рекомендации государственным органам. И тоже было интересно, мы когда их рассылали потом по косорганам, там следственный комитет, нам ответ прям в этой егерской почте прислал с человеком в хаке, нам под подпись, прям во время планерки этого достаточно тоже эффектно выглядело. Ну, в общем-то, так вот, это аналитическая записка про то, что… Ну, вот я кратко привожу пример, как мы трактуем преступление на почве ненависти, что это преступное действие, вызвенное предрассудком или предубеждением в отношении конкретной группы лиц, включающие таким образом два четких критерия. То есть компоненты. Во-первых, это есть преступление какое-то, человек избили, человека убили, да, человека ограничили в каких-то правах очень как бы в серьезной форме, и это произошло только на основании предрассудков или предупреждений, которые злоумышленник руководствовался, да. То есть там обязательно есть две вещи. Во-первых, это мотив предупреждения, то есть, например… Ну, вот я приведу пример потом одного дела, которое мы мониторили в суде. Человек… То есть там вот про признаки. Есть мотив предупреждения, есть защищаемый признак. То есть какой-то признак, который закон должен защищать. И вот то дело, которое мы мониторили в суд, история была про то, что молодой человек был неонацистских взглядов, ну, то есть про это свидетельствует скорее его подборка в социальных сетях ВКонтакте. И он с ножом напал на семью ромов, и при этом женщина была беременная, она погибла, а мужчина выжил. Это было в небольшом городе в Беларуси, и вот даже в суде он продолжал говорить про то, что считали, что абсолютно все ромское население – это паразиты, они социально опасны, они очень вредят, они только занимаются наркоторговлей, они все тунеядцы, и он вообще ни разу не раскаивался и считал, что, ну, как бы, да, нормально таких людей там в том числе убивать. В этом деле мы когда мониторили, мы критиковали в том числе квалификацию этого дела, и я еще видела несколько других дел, когда мотив предупреждения там по одной части ему все-таки прописали, а там по второй части не прописали, он просто еще у него было, он нападал еще на несколько человек, но там это все расстояние как хулиганство, хулиганский мотив отличается от мотива предупреждения, но тогда Следственный комитет решил, что хулиганства достаточно. В общем-то это то, что мы рекомендовали немножко по-другому, подходить к таким делам, и, к сожалению, нормально не квалифицируются дела, нормальной статистики, соответственно, нету, и рассмат, сколько в Беларуси происходит, мы не можем сказать. Я очень хорошо знаю, что, например, в России, в Украине такие дела происходят прям каждый день, я понимаю, что в Беларуси что-то такое тоже случается, но размах, к сожалению, мы оценить не можем. То есть мы пробуем как-то просто из милицейских сводок хоть что-то выцепить, понять, это вообще связано, не связано, часто это сложно, и, например, на уровне БСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, они много внимания уделяют языку вражды, и они просят каждый год правительство стран и некоммерческой организации сообщать про то, какие есть примеры, сколько происходит таких преступлений, Беларусь несколько лет представляла там какие-то единичные случаи, статистику, а потом просто перестали, и в последние годы это делаем мы, некоммерческие организации, правозащитные в основном, и все равно я понимаю, что это единичные случаи, мы не можем говорить и про это, то есть это про такую достаточно большую проблему и тему. Ну и третью тему, которую мы так тоже относим к теме недискриминации, я представляла, что когда я начну заниматься темой экстремизма, я буду, не знаю, смотреть какие-нибудь лозунги на трибунах фанатские, которые будут разжигать вражду, а в результате пришлось защищать свободу слова и говорить, что почти все, что нас считается экстремизмом, это очень сильное ограничение свободы высказывания, а такого классического насильственного экстремизма у нас в принципе почти нет, но это как бы отдельная большая тема, у нас про это была лекция отдельная в рамках недели, есть запись этой лекции, можно уже посмотреть на нашем ютубе и не только в других социальных сетях. Поэтому я сильно сейчас останавливаться не буду. Что мы еще делаем? Да, я хотел сразу рассказать, как организация, поскольку у нас есть тело и направление по антидискриминации, мы туда же включаем и профильное обучение образования по теме прав человека. Ну вот то, что делает мой коллега, мне очень нравится про футбол для всех, это попытка таких открытых тренировок, куда приглашаются люди любого возраста, любых гендеров, любой спортивной формы, где можно в легкой форме поиграть, там сделают разминочку погонять. Я все каждый раз себя тоже хочу на это раскачать, но это тоже смелость надо иметь. То, что я говорила, профильная неделя за равенство и инклюзию, которую много лет мы делаем, вот эта страница с последней. Еще мы год назад сделали отличную выставку, мне кажется, мы ее проводили в корпусе только на втором этаже. Тоже мне очень понравилось, это волонтеры-волонтерки, нашли несколько конкретных историй про дискриминацию, опросили людей, сделали фотопортреты этих людей и просто сделали это одной выставкой, где можно было походить, почитать пример дискриминации этих людей. И у нас были очень интересные отзывы, мы параллельно с этой выставкой делали образовательные мероприятия по теме дискриминации, всякие игры, что-то такое, чтобы люди больше знали. И по отзывам, что меня удивило, что многие люди, хотя мы этих всех героев и героинь находили в основном через медиа, то есть мы видели какие-то статьи или мы слышали какие-то истории, то есть мне всегда казалось, что это такие суперпубличные кейсы, про которые все знают, а когда мы собрали это в одном месте, то всегда что-то кого-то удивляло, что люди не представляли, что по этому признаку могут реально дискриминировать, где реально могут быть проблемы. И это немножко приоткрывало. Мы эту выставку показали в нескольких городах, вот сейчас она в Комеле находится, все никак не могут это забрать. Вот, в общем-то это про… Она есть, эта выставка доступна онлайн, можно все эти истории, эти фотки посмотреть, тоже наши страницы, это вратили спецпроекты. Ну вот у нас был отдельный спецпроект уже несколько, уже, наверное, да, тоже почти два года назад. Мы его сейчас восстанавливаем, информацию, это про человек без дома. Ну то есть мы замечали, что есть много проблем с темой бездомности в Беларуси, просто потому что мало кто знает про профильные организации инициативы, медиа мало обращают внимания и часто некорректно пишут. И мы решили сделать такую свою страницу, где, во-первых, показать, как эти истории транслировать, во-вторых, собрать информацию про все инициативы и государственные, в том числе органы, организации, которые помогают людей без дома. И вот собрали это все в одном месте, тоже можно посмотреть и там каким-то организациям, может быть, чем-то помогать, если вас эта тема интересует. Ну вот тут я добавила тоже про то, что мы делали образовательные мероприятия периодически, где много говорим про дискриминацию. Ну вот как пример я еще вспомнила анимационный фильм. Это один голландский аниматор, который решил очень тесно сотрудничать с белорусскими некоммерческими организациями. И первый, кого он выбрал, это был как раз Химон Константа, и он вместе с нами сделал отличный мультик, который назывался «22 попытки». Это тема транзитных беженцев и беженок, с которыми мы работаем в Бресте, которых не пускает Польша. Они в основном с северного Кавказа, с Чечни, с Ингушетии, с Дагестана. И вот это «22 попытки» — это история про один из таких кейсов, которые, мне кажется, достаточно душевные. Я, например, поскольку в этой теме много лет погружена, я прямо на презентации плакала, потому что меня он очень впечатлился. Что можно еще сделать? Ну такой мини-кейс. Я сегодня тоже со своим коллегой с Валдисом это обсуждала, и он написал вообще такой огромный список, что можно сделать. Я решила его так немножко объединить, написала про изучать, что есть правда много тем, которые можно копать, отдельный вид дискриминации, отдельные примеры, про отдельные группы, про деятельность отдельных организаций. Можно изучать, правда много читать, много смотреть. Даже я сегодня там что-то порассказывала. Там у нас есть отдельные семинары про глубинный антифашизм. Это про эту тему очень много, про тот же язык вражды. Прозамечать — это то, что просто можно иногда оглянуться вокруг себя и понять, что вот проблема есть. Это очень важный шаг. Ну и реагировать — это значит не давать возможность проявляться, может быть, каким-то образом останавливать, искать механизмы где-то на личном уровне, где-то совместно с другими людьми. Ну у меня вот про реагировать тоже такая достаточно недавняя история, которая долго переваривала. Это про, ну такую, наверное, бытовую дискриминацию. Ну то есть банальная бытовая история, которую я сначала даже не поняла, почему она меня так задела, а потом я так уже с этой всей позиции дискриминацию оценила. Это когда я путешествовала какое-то время недавно, потом приехала в Беларусь. И когда приезжаешь в Беларусь, начинаешь более резко воспринимать всякие вещи. И вот у меня была сцена, что я ехала в метро, и в вагон зашли две девушки, они стояли около выхода и закрывали полвыхода. Ну то есть по мне, с учетом, что вагон был наполовину пустой, с учетом, что как бы хорошо держать дистанцию из-за коронавируса, я не видела в этом проблемы. То есть люди, которые хотели выйти на следующую станцию, они выходили через вторую половину дверей, они в принципе сильно никому не мешали, там мало людей выходило, мало заходило. Но тут вот на следующей станции какой-то мужчина, одну из этих девушек, при выходе просто очень сильно ударил локтем со словами, что ты тут заграждаешь, хотя как бы у него было много места, чтобы пройти. И она говорит, что вы вообще делаете. Он еще вернулся в вагон, и пока вот поезд стоял, он продолжал на нее гнать, что вот она вот стоит, заняла половину места, на что девушка так как бы уже немножко успокоившись стала реагировать, что да, и вам всего хорошего, да, конечно, спасибо за замечание, вы так отлично реагируете, то есть ты там немножко в таком издевательском тоне ему отвечала приторно-вежливо. Ну и, ну, а я эту сцену наблюдала, потому что понимала, что сейчас двери закроются, там мужчина скорее всего успеет выйти, ты как бы не успеешь даже как-то вклиниться. И меня вот, ну, меня в этой истории дернуло несколько вещей. То есть, во-первых, сам факт насилия, то есть понятно вот это там, насколько у нас не ценится личное пространство, насколько кто-то кого-то может пихнуть просто, потому что это не нравится, как бы меня это очень сильно бесит всегда. Вторая вещь про то, что вот я понимала, что если бы на месте этих девушек стоял какой-нибудь, не знаю, большой бугай, большой человек, этот мужчина никогда бы себя, ну, и так не повел. То есть он себя так повел, потому что он считал, что он старше, сильнее, и что он чем-то лучше, более иерархичный, может таким образом на это реагировать. И вот эта сама ситуация, что вот в голове такое есть, это заходит от таких прямых действий, она меня сильно расстраивает. Я бы не хотела, чтобы в обществе так было, я бы не хотела, что делать, и потом я себя уже переделала, что почему-то меня не вклинилось, почему-то, я не знаю, не подошла, не сказала тому мужчине, что он не прав там, потому что для меня это было очевидно. Даже если они как-то не так стояли, он не имел право таким образом это реагировать, да, и что-то делать. Но опять же это там про мое личное впечатление, насколько на какие-то такие вещи я реагирую. Продолжение следует...